Вот по данному вопросу исторического наследия, я предлагаю внести, как раз откликаюсь на его прорыв, предложение по законопроектной деятельности, именно по тем законам, проекты которых могут вносить муниципальные депутаты, без всякой фантастики, что мы там федеральный законодатель, чтобы менять, это все не ничего, это разговор ни о чем. Обычно этим все заканчивается, все обсуждения. У меня конкретное предельное предложение. Я разработал законопроект соответствующий, он называется, о наделении органов местного самоуправления муниципального округа Пресненский в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия. Что это означает? Есть порядок передачи государственных полномочий. Вот такая передача состоялась по ряду вопросов на протяжении нескольких лет. По физкультуре, там опеке и попечительству, по досугу, по досугу инстриации и так далее. Вот я предлагаю, вот конкретно. Объекты есть, как известно, объекты культурного наследия регионального значения, который занимается городом. И безобразно занимается. Фашистопит занимался качественно, профессионально, до уголушников давно был бы внесен в государственный реестр объектов культурного наследия. Он не внесен. Значит, бездарно ничего не могут делать. Поскольку это, по сути, вопрос местного самоуправления. Это местное самоуправление заботится в первую очередь и знает, какие объекты надо внести в это. И потом, как их защищать. А как защищают сейчас особняк Ленинского на Уковском берегу? Да никак. Да, включили его в приезд. То есть, что он стоит там к Нью-Йорку. Я сам видел. То есть, не справляйте. Городцы говорят, вот так давайте. Вот я предлагаю, Анатолий Павлович, он там, конечно, с вашими юристами, я не могу доработать. Добравки, может быть, какие-то замечания. Но это исключительно важное место. Вы говорите городу Москве, ты не справляешься, правительство Москвы, с этим вопросом в нашем районе конкретном. Мы про другие не будем говорить. Ну, конечно, я еще в другие потомки. У нас в Лесницкий район, где я первому предлагаю такую инициативу принять. Дай нам полномочия. Но ведь они, конечно, соответственно, вместе с полномочиями должны передать. Это общая процедура. Для того, чтобы, во-первых, включить то, что еще. Заслуживать, но не включено. Раньше это могли быть те же самые домальные розы. Ну и сейчас, наверное, их можно включить, раз остался этот фасад. Ну и, конечно, дом будущего. Но вы еще мут какие-нибудь. Если уж включили, то реально о них заботится, как вот от особняка Мельникова, его тщательно там... То есть хотя бы вообще на место над ним сделать, чтобы дождь его не заливала. Уж как минимум. Я уж не говорю о всем остальном. Вот конкретно инициатива, которая как-нибудь... Да, могут быть возражения, что но это все равно не проявляет. А это все отклоняется. Но извините, но город, если вы выходите с такой инициативой, то это вы заявляете о существовании проблемы. На весь город. Это не только Московский городской дух, который обязан рассмотреть по закону. Это еще и общественность более широкая, чем районная. Это пресса и так далее и тому подобное. Поэтому, ну, мне кажется, вот это надо сделать. Я готов всячески этому содействовать. Так же, как вот я занимался и вопросом, чтобы конкретно дом будущего включили. Я благодарен, кстати, совету. Вот и Анатолию Павловичу тоже за то, что все-таки вы лучше поздно, чем никогда, этот вопрос поставили о включении в объект. Вот тут опять мы поставили вопрос. И ждем, как что там решит господин этот самый, Емельянов, руководитель департамента соответствующий. Ну что это за позопроситель? У муниципалитета должна быть собственная власть по этому конкретному вопросу. Вторая, второй пакет. Продолжение следует...